Барсучонок Еще маленький Однажды мама позвала меня Юра, иди скорее посмотри Какого я бутузика принесла Я опрометью бросился к дому Мама стояла на крыльце И держалась плетеную Из прути в кошелку Я заглянул внутрь Там на подстилке из травы и листьев Копошился кто-то толстенький В серебристой шерстке Кто это щенок? Спросил я Нет, зверек какой-то Ответила мама А какой не знаю Я сейчас у ребятишек купила Говорят, из леса принесли Мы вошли в комнату Подошли к кожаному дивану И осторожно наклонили кошелку Ну вылезай, малыш Не бойся Предложила мама зверку Он не заставил себя долго ждать Из кошелки показалась Продолговатая мордочка С черным носом Блестящими глазками И очень маленькими стоячими ушками Мордочка у зверька была презабавная Сверху и снизу серенькая А посередине от носа к ушам Тянулись широкие черные полосы Как будто зверек надел маску Оглядевшись по сторонам Малыш не спеша Перевалочку выбрался из кошелки Какой же он был занятный Очень толстенький Настоящий бутузик Шерстка светлая, серебристая А ножки темные Словно он нарядился в черные сапожки Мы с любопытством разглядывали незнакомого зверька А он с не меньшим любопытством разглядывал нас Потом, не торопясь, зашагал на своих коротеньких ножках по дивану Обошел его весь, обнюхал, поскреб лапкой складку кожи между сиденьем и спинкой дивана Нет, это не земля Раскопать тут ничего не удастся Зверек присел по щенячьей в уголке дивана И доверчиво, совсем невраждебно поглядел на меня Мама достала из буфета пузырек с соской И налила туда молока Из этого пузырька в прошлом году Мы кормили зайчонка, который жил у нас в доме А ну-ка попробуй Сказала мама, поднося молоко зверьку Малыш сразу смекнул, чем дело Всю соску в рот забрал Уселся поудобнее Привалился к спинке дивана И даже глаза зажмурил от удовольствия Наевшись, зверек тут же на диване свернулся клубочком и заснул Мама ушла по своим делам А я взял толстую книгу с картинками Где были нарисованы разные звери И стал рассматривать их Искать, на кого похож этот зверек Смотрел, смотрел, так и не нашел ничего похожего На силу дождался, пока папа с работы пришел Он взглянул на зверька и сразу узнал Это барсучонок, сказал папа Хороший зверек, к людям быстро привыкает Будешь за ним ухаживать, кормить его Он за тобой, как собачонка, станет бегать Мне это очень понравилось И я решил сам ухаживать за зверьком И кличку ему тоже сам придумал Барсик Барсик заводит знакомство Помню, я очень волновался Как примут барсика старожилы нашего дома Кот Иваныч и папин охотничий пес Джек Знакомство состоялось первый же день Пока барсик спал, Иваныч вернулся с прогулки По привычке он сразу направился к дивану Спрыгнул на него и хотел уже улечься Как вдруг заметил спящего зверька От удивления Иваныч широко раскрыл глаза Растопырил усы и осторожно шагнул к незнакомцу Подойдя вплотную, он с опаской начал его обнюхивать В этот момент барсик проснулся Но, по-видимому, Иваныч не показался ему страшным зверем Барсучонок потянулся к нему И неожиданно лизнул Иваныча в нос Кот фыркнул, тряхнул головой Однако принял с одобрением дружеское приветствие Он замурлыкал, выгнул спину Прошелся по дивану Потом снова подошел к барсучонку И улегся рядом Вот и познакомились, сказала входя в комнату мама Когда барсучонок выспался, я снял его с дивана И пустил на пол Он тотчас же отправился разгуливать по комнате Осматривая и обнюхивая все уголки Вдруг дверь распахнулась и в комнату вбежал Джек Он был большой, шумливый От быстрого бега Джек запыхался, тяжело дышал Раскрыв свою зубастую пасть и свисив язык Барсик взглянул на пса и затрясся от страха Наверное, ему впервые приходилось видеть такого огромного и страшного зверя А тот остановился посреди комнаты Склонил голову на один бок, на другой С изумлением рассматривая барсика Потом завилял хвостом и пошел знакомиться Тут неожиданно барсик весь распушился Так что стал походить на серебряный шар Начал подпрыгивать на одном месте Сердито фыркать и ворчать На старой добродушной морде Джека Выразилось явное недоумение Пес перестал вилять хвостом Отошел в сторону Плюк на солнышке и затремал Но теперь уже барсиком овладело любопытство Как ему хотелось подойти к этому огромному псу И обнюхать его Уж он ходил-ходил вокруг Джека Один раз даже приблизился к его задней ноге В это время пёс во сне немного подвинулся Барсик как мяч отскочил от него и снова распушился Так в этот день барсучонок и не осмелился подойти к Джеку А тот больше и внимания на него не обращал Стоит ли возиться такой мелюзгой За свою долгую жизнь Джек уже успел привыкнуть к тому Что у нас в доме ни с того ни с сего Появлялся какой-нибудь свирёк Жил некоторое время с нами А потом исчезал Возвращался в родной лес Эти появления и исчезновения Давно уже перестали интересовать Пожилого солидного пса Первые два дня Барсик всё присматривался К Джеку Но, видимо, побаивался к нему подойти Окончательное знакомство состоялось только на третий день И совсем неожиданно После обеда мама наливала Иванычу миску молока Но кот от угощения отказался Тогда ты, Джек, поешь за него Сказала мама Джек подошёл к миске И начал осторожно лакать Вдруг из-под стола Показалась полосатая мордочка Барсучонок потянул носом Почуял молоко И тихонько, бочком-бочком Направился к миске Заметив непрошенного соседа Джек посторонился Тогда Барсик сунул морду молоко И давай тыкать носом в дно миски Джека совсем от еды оттеснил А сам кое-как приладился И начал лакать Лакает Мордочка в миску тычет Так и возит её по полу Возил-возил Пока не опрокинул И не разлил молоко Тут уж Джек всё подлезал А заодно и мордочку Барсучонку вылизал Зверёк уже не дичился Не фыркал И не прыгал как мячик С этого дня Барсик совсем перестал бояться Джека Даже наоборот Начал бегать за ним по пятам Куда Джек Туда и барсучонок Наверное он решил Что большой толстый пёс Сродни барсукам Вместо норы Папа не ошибся Барсик действительно Очень скоро сделался ручным Как будто с самого рождения Жил вместе с нами Бывало увидит меня Маму или папу Сразу бежит навстречу Мордочку в руки сует Просит, чтобы его чем-нибудь угостили Носик у него холодный Влажный Очень приятно, когда он ему ладонь тычет Руку обнюхивает А сам не то урчит Не то похрюкивает Такой потешный Первое время барсучонок Жил у нас в пустой кладовке Но вскоре мы с папой Решили устроить ему Жилище поудобнее Взяли фанерный ящик Выпилили в одной стенке Круглое отверстие Вход А внутрь ящика Наложили свежего сена Барсиков домик Я поставил в углу Своей комнаты Там зверёк Никому бы не мешал И его бы никто не тревожил Но вот вопрос Понравится ли ещё наше сооружение Самому барсику Ведь в лесу он с рождения Жил в глубокой норе Я принёс барсучонка в комнату По своему обыкновению Он стал залезать во все углы И всё обнюхивать Так он добрался до ящика Обошёл его со всех сторон И в нерешительности Остановился перед входом Залезать или нет? Он потоптался на месте Осторожно сунул мордочку В отверстие Обнюхал подстилку И наконец решившись Быстро ёркнул внутрь домика Вначале было слышно Как барсучонок ворочался там Видимо устраивался поудобнее Потом всё затихло Я на цыпочках Подкрался к ящику И приоткрыл крышку Барсика не было видно Он совсем зарылся в сено Видно моё посещение Не понравилось зверьку Барсучонок сердито заворчал И начал царапать когтями Стенку ящика Наверное старался Зарыться ещё глубже Я поспешил закрыть крышку И отойти Новое жилище Пришлось барсучонку по душе Он стал проводить в нём Целые дни И очень сердился Когда кто-нибудь Его там беспокоил С тех пор Фанерный ящик Набитый сеном С успехом заменил Барсучонку Его родную нору Кто же его так и зранил Сидели мы как-то в столовой Вдруг видим С балкона в комнату Входит парсик Еле-еле идёт Мы как взглянули на него Так и ахнули Кто же его так и зранил Вся мордочка Грудь и передние лапы В крови Папа вскочил из-за стола Побежал к себе в кабинет За бинтом и ватой А мама поспешила в кухню За тёплой водой Взяли мы барсучонка на руки А он такой умница И не сопротивляется Понимает, что ему зла не сделают Только тихонько стонет Мама посадила его на колени Гладит по спинке Успокаивает Папа смочил вату В тёплой воде И начал осторожно Смывать шёрстки кровь Провёл по грудке Смотрит На вате что-то густое Красное Только на кровь не похоже Мама тоже на вату взглянула Да как вскочит Барсик словно мешок Свалился на пол Только крякнул А мама побежала на балкон Слышим Кричит оттуда Ах Всё варенье разлил Тут мы вспомнили Что мама ещё утром Сварила варенье И поставила на балкон Остудить Вот барсик и полакомился Да видно перестарался Даже раздолся весь И ходить не может Охает Стонет бедняга Долго потом мама Никак не смогла забыть Этот случай Всё сердилось Что и труды И варенье даром пропали И барсик тоже Как видно Запомнил Случай с вареньем Частенько потом На балкон заглядывал Наверное думал Не найдётся ли там Ещё тазик Такой же вкусной еды Лесные прогулки Когда наступило лето Мы всей семьёй Выехали на дачу Взяли туда с собой И Джека с барсиком Барсучонка Я повёз прямо в ящики Помню Как-то пошёл В лес за грибами И Джек со мной Отправился Только отошли от дома Гляжу Джек обернулся Хвостом завилял Я тоже обернулся И что же вижу Следом за нами По дорожке бежит барсик Торопится Спотыкается Наверное Калитку неплотно закрыл Вот он и выскочил Как быть Домой отнести Или с собой в лес взять А ну как он в лесу Потеряется Или убежит от меня Стою Не знаю Что и делать А барсик Джек уже подбежал И следом за ним Прямо в кусты Вижу А Джека далеко не убегают Я и решил Будь что будет Возьму с собой В лесу барсик Никуда не удирал Всё по кустам лазил Ворошит мордочкой Прошлогоднюю листву Роется в ней Достает что-то Стал я грибы искать Увлёкся Да и забыл Про барсучонка Потом спохватился Где же он Джек неподалёку бегает А барсика не видать Неужели совсем убежал Начал я по кустам лазить Звать его Барсик Барсик Нет Не приходит За кустами оврах Глубокий Глухой Весь бурьяном зарос Джек полез туда И я за ним Смотрю На склоне Чья-то нора Должно быть лисья Только видно старое Около входа Нет свеженарытой земли И звериных следов Не видать Наверное Давно уже В этой норе Никто не живёт Но Джек Как подбежал Сразу сунул туда нос И хвостом завилял Может учуял кого Подумал я И вдруг вижу Из норы Знакомая мордочка Выглянула Прямо нос к носу С Джеком Обнюхала приятеля И опять под землёй Скрылась Вот значит Куда мой барсик Девался В старую нору Залез Как же его Оттуда выманить Уж я звал Звал его Так и не дозвался Видно в норе ему Больше чем у нас В ящике понравилось Зря мы только С папой трудились Домик для него Устраивали Помню Так вдруг Обидно стало Что и грибы Собирать расхотелось Позвал я Джека И пошёл домой Вышли из леса Вдруг слышу Сзади топочет кто-то Гляжу Барсик нас догоняет Пыхтит Сопит На силу догнал Ах ты толстушка Этакий Подхватил я его На руки А он тяжёлый Еле до дома Донёс После этой прогулки Я уже каждый раз Брал барсучонка С собой в лес И каждый раз Он непременно Заглядывал В старые норы Посидит в них И вылезает Я уже об этом Не беспокоился Плохая услуга Однажды Ходили мы с Джеком И Барсиком По лесу Я грибы Собирал Джек за птичками Охотился А Барсик Разных жуков До червяков Старому дуплистому пню Мордой в дупло Уткнулся И давай Лапами труху Разгребать Что там дупли Я не понял Только слышу Как зажужжит Загудит кто-то Смотрю Из дупла Оса Другая Третья Целый рой Все над Барсиком Кружатся Жужжат А ему Хоть бы что Он значит Осинное гнездо Заприметил Разломал его Все личинки И мед поел Осы ему Не страшны Шерсть у него Густая Попробую Жалить его Закусил И как ни в чем Не бывало Побежал ко мне А осы За ним Я корзину С грибами Бросил Добежать Джек тоже Удирать Пустился И все-таки Не убереглись Одна Оса Меня в шею Ужалила А другая Джека Прямо в губу Только Барсик Не пострадал Он полакомился А нам С Джеком За его лакомство Расплачиваться Пришлось Но съел И на здоровье До сих пор Не забуду Как я Один раз Испугался Это случилось Уже в конце лета Мы с Барсиком Возвращались С прогулки Я шел По дорожке А Барсик Как всегда Шмыгал Рядом В кустах Вдруг Вижу Через дорожку Переползает Гадюка Я хорошо Знал Что гадюка Змея ядовитая Что в зубах У нее яд Укусит И в ранку Каплю яда Выпустит От этого Будешь долго болеть И даже Умереть Можно Гадюку Лучше не трогать Увидишь И отойди В сторонку Она первая На тебя Никогда Не бросится Вот я и остановился И прямо Его за морду Он даже головой Затряс Но змею Не выпустил Начал ее Лапами мять Совсем Замял Задушил Я ничего С ним Не мог Поделать Хотел Было Отнять Змею Ну куда Там Барсик Заворчал На меня И удрал С добычей В зубах Кусты Там и съел Ее Через Несколько Минут Выбежал Из кустов Вижу На морде Капелька Крови Наверное От змеиного Укуса Да что Там укус Когда он Всю змею Вместе с ядом Съел Заболеет Думаю И умрет Иду домой А сам Все оглядываюсь Бежит ли За мной Барсик Может ему Плохо Вижу бежит Будто с ним Ничего не случилось Вернулись домой Я прямо К папе Беда Говорю Барсик Наш Отравился Чем Отравился Ядом Он Ядовитую Змею Съел Ну Съел И на здоровье Отвечает Папа Барсуки И ежи Змеи Часто едят Змеиный Яд Для них Не опасен Поверил Я в это Не сразу Весь день Наблюдал За Барсиком Не заболеет Леон Но Барсик Так и не заболел Вот какой молодец Осеннее приготовление Наступила осень Мы уже собирались уезжать с дачи в город Но я немного заболел И врачи сказали Что мне следует Как можно дольше Пробыть на свежем воздухе Погода стояла Очень хорошая Совсем как летом И я Целые дни Пропадал В лесу Там уже Стали вянуть И опадать Листья с деревьев И появилось Много новых Грибов Осенних Опят Они росли Целыми семьями Возле старых Трюхлявых Пней А то и на Самих пнях Я собирал Опенки в кошелку И относил домой Мама их мариновала В больших Глиняных банках Джек и Барсик Всюду ходили Вместе со мной Барсик за лето Так отъелся Разжирел Что походил Больше на толстого Поросенка Бегать ему Стало трудно Он трусил Не спеша В перевалочку Теперь Барсик Все чаще И чаще Убегал От нас Джеком Заросший овраг Он залезал В нору И выгребал Оттуда Целые кучи земли А потом Начинал Сгребать Опавшую листву Мух И все это Заталкивал в нору Будто готовил Себе на зиму Теплое убежище Один раз Барсик Даже остался Ночевать в норе Сколько в этот день Я его не звал Так и не вылез Я очень тогда Огорчился Неужто Барсику Плохо у нас живется Но на следующий день Когда мы с Джеком Пришли к оврагу Барсик сейчас же Вылез из своей норы И вместе с нами Вернулся домой Было все время тепло А потом вдруг Сразу похолодало Подул северный ветер Небо затянули тучи Из них стали падать На землю Первые снежинки Дома сидеть не хотелось Было скучно Я надел теплую куртку И пошел в лес Но и там оказалось Не веселее Ветер раскачивал Верхушки деревьев И с веток на землю Падали последние листья Барсик конечно Сразу же удрал от меня Опять забрался в нору И опять в этот день Не пришел ночевать А на утро Выглянул я в окно И глазам не поверил Вся земля покрыта Белым Только что выпавшим Снегом В доме было холодно Затопили печку Мама сказала Что пора уезжать В город А как же Барсик Да очень просто Ответила мама Твой Барсик теперь Уж заснул На всю зиму В своей норе Там он и проспит До самой весны А весной приедем Опять на дачу Он к тому времени Проснется И прибежит Тебя встречать На следующий день Мы уехали в город Но с тех пор Барсика Я уже никогда не видел Наверное За зиму Он совсем отвык От людей Одичал И остался жить В лесу В своей глубокой норе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok